Если ты не собираешься досмотреть это видео до конца, то хотя бы пообещай мне, что запомнишь одну вещь. Прямая мышца живота это точно такая же мышца, как и все остальные. И тренируется она по тем же самым принципам. Ну а в сегодняшнем видео я расскажу о нескольких основных ошибках, которые мешают новичкам получить заветные кубики пресса на животе. Но перед этим... Большинство новичков считает, что если ты хочешь получить кубики пресса, то нужно просто каждый день по многу часов тренировать его разными упражнениями. Но народная мудрость гласит, что кубики делаются на кухне, а не на уличной площадке. И я сейчас говорю не про кубики, Галина Бланка. И действительно, если даже у тебя есть мощный пресс, но он скрывается под большим слоем жира, то никаких кубиков видно не будет. Есть огромное количество примеров людей, часто спортсменов, тяжеловесов, например, из смешанных единоборств. Посмотри на Федора Емельяненко. Думаешь, у него слабый пресс? Думаешь, он не качает пресс? Подумай еще раз. Но из-за того, что он не запаривается по поводу сушки, по поводу веса, этот пресс скрыт под слоем жира, и его не видно. Не видно тех самых кубиков. То же самое касается, допустим, боксеров тяжеловеса и пауэрлифтеров. Эти ребята просто творят невероятные вещи. И для того, чтобы сжать много, для того, чтобы приседать много, для того, чтобы тянуть много, тебе обязательно нужно иметь очень мощный мышечный каркас вокруг твоего позвоночника, который будет защищать тебя от травм, помогать стабилизировать и все такое прочее. И мой любимый пример. Дэйв Тейл. Вот так он выглядел до того, как решил подсушиться. А вот так выглядел после. Как видишь, все кубики на месте, они всегда там были. Просто из-за того, что у него был большой лишний вес, имеется в виду жировой вес, может быть, для него он и не лишний, ему он помогает. Но кубиков не было вида. То же самое с тобой. Просто тренируешь пресс, но не запариваешься по питанию. Кубики может быть, может не быть. Но если ты хочешь кубики, тебе надо начать задумываться над тем, что ты ешь, сколько ты ешь, каков состав твоего рациона. В нашей бесплатной образовательной программе Сотка мы также рассматриваем все вопросы, связанные с питанием, с балансом калорий, с составлением рациона для набора массы или для снижения веса. Поэтому записывайся и начинай проходить ее прямо сегодня. Ссылка будет в описании. И еще, кстати, в этом же моменте хочу сказать, то, насколько глубоко они будут прорисованы, насколько они будут выпирать, это задается генетически. Насколько глубоко лежит сечение сухожилий, которые разделяют саму мышцу. Так же, как и количество кубиков. У кого-то их 6, у кого-то 7, у кого-то симметричные, у кого-то 8. У кого-то они симметричные, у кого-то не симметричные. С этим ты ничего поделать не можешь. Как ни пытайся, как ни тренируйся, что ни делай. Единственное, что ты можешь делать, это развить ту кинетику, которая у тебя есть. Но если у тебя 6 кубиков, из них 8 тебе никак не сделать. Хоть убейся на тренировке. Первая ошибка, когда дело касается тренировки пресса, у большинства новичков, это неправильный выбор упражнений. Чаще всего, как люди выбирают упражнения? Они открывают YouTube, смотрят, лучшее упражнение для пресса. И дальше пытаются повторить. Но проблема в том, что, в отличие от парня на видео, у них недостаточно силы в мышцах для того, чтобы выполнять все эти упражнения технично, медленно, а это правило номер один, если ты интересуешься телостроительством, и подконтрольно. И это проблема, потому что тогда упражнения не дают того результата, на который ты рассчитываешь. А более того, если ты будешь часто делать неправильные упражнения, они могут привести к травмам. Дело в том, что все тренировки, все упражнения строятся на простой физике, на ньютоновской механике, на законе рычага Архимеда. Например, подъем ног в висе, замечательное упражнение до касания перекладины, замечательнейшее упражнение для тренировки пресса, наверное, единственное вообще, которое тебе нужно, если ты хочешь получить результат. Если ты будешь делать его правильно. Проблема в том, что у большинства новичков недостаточно силы пресса для того, чтобы поднимать свои ноги, потому что они тяжелые, они длинные. Это же рычаг Архимеда, чем он длиннее, тем больше нагрузка. Поэтому не нужно пытаться, не нужно пытаться делать подъем ног, если ты чувствуешь, что ты делаешь его не за счет силы пресса. Нет. Ты можешь согнуть ноги в коленях, уменьшить длину рычага, уменьшить нагрузку, поднимать его. Ты можешь делать таким образом. Ты можешь уменьшить амплитуду, но об этом мы поговорим еще в следующем моменте. Суть в том, что те упражнения, которые ты делаешь, должны соответствовать твоему уровню подготовки. Не нужно пытаться сразу прыгнуть выше головы, потому что упражнения, которые находятся выше твоей головы, они более эффективны. Естественно, так всегда будет. Чем выше у тебя уровень, тем более сложные упражнения ты делаешь, тем более они эффективны. Но до них еще нужно дорасти. А что происходит, если ты недорос и пытаешься сделать упражнение, на которое у тебя нет сил? Дело в том, что последние несколько миллионов лет эволюции человек только и делал, что учился приспосабливаться к условиям внешней среды. И если ты говоришь самоорганизму, мне нужно сделать это упражнение, но сил у тебя нет, он будет пытаться придумать варианты, с помощью которых ты сможешь его все равно сделать. Выполнить движение. Если ты хочешь поднять токи перекладины, окей. Твой хозяин-барид, что я могу поделать? И ты будешь пытаться делать такой рывок, стартовое движение ногами. Ты можешь посмотреть, как делают большинство людей на площадке, как они тренируют пресс, когда делают подобное упражнение. Ты увидишь, что они его практически не тренируют. Они используют киппинг, они используют инерцию, они используют различные дрыгания, чтобы себе помочь. Потому что сил в мышцах нет, а желания сделать упражнение очень много. А понимание того, что от того, что просто ты закидываешь ноги наверх, ты пресс не качаешь, тоже чаще всего нет. Поэтому не нужно. Не нужно гнаться за сложными упражнениями. Если ты чувствуешь, что ты не можешь делать упражнения медленно, если ты чувствуешь, что твоя техника рушится, остановись. Задумайся, почему это происходит. Внеси корректировки. На самом деле, не нужно делать много для того, чтобы получать результат. Нужно делать с головой и эффективно. И все будет. И это приводит нас к третьему моменту. Когда я говорю про действие с головой, это также касается и амплитуды движения, в которой выполняется упражнение на пресс. Потому что практически никогда они не выполняются в правильной амплитуде. Будь то скручивание на полу, будь то подъем ног в висе, люди делают совсем не то, что нужно было делать. Окей, скручивание. Очень часто можно видеть, что человек не только работает корпусом. Я должен рассказать сначала о другое. Сначала, представь, вот это вот твой корпус, да? Вот где-то здесь у тебя мышцы пресса. Мышцы пресса, они крепятся сверху, где-то к ребрам, внизу, к тазу. Что они делают? Они сокращаются, колени сокращаются. Ты либо корпус приводишь к тазу, либо таз приводишь к корпусу. Все. Это единственное условие, единственное для того, чтобы мышцы напряглись. То есть ты должен скрутиться, скруглиться. Если ты не скругляешься, это ничего не работает. Когда люди делают скручивание на полу, вот у них первое движение, они поднимают корпус, и окей, пресс уже напряжен, все, ему дальше некуда напрягаться. Ну, они потом еще доворачивают, поднимают таз, напрягают пояснично-подвздошную мышцу для того, чтобы поднять себя еще выше. Напрягается ли при этом пресс? Нет. Стирается ли при этом копчик? Да. Зачем? Ну, потому что они увидели это на видео, или им в школе так сказали. Но вместо того, чтобы разобраться, как действительно нужно тренироваться, чтобы получить нагрузку на те мышцы, которые они хотят прокачать, они просто повторяют за увиденным. То же самое с подъемом ног в висе. Очень часто ты увидишь людей на площадке, которые поднимают ноги там до 90 градусов. Или чуть ниже 90, потому что это же тяжело. Но проблема в том, что пресс работает только в амплитуде выше 90 градусов, когда у тебя подкручивается таз, и ноги поднимаются к колени там, или прямые ноги к прикладине, или колени к груди поднимаются. Только в этом случае. Таким образом, вообще нет смысла опускать ноги ниже 90 градусов. Вот ты выполнил, вот у тебя ноги, где-то перекладина, вот ты их поднял, вот ты опустил до 90 градусов и поднял обратно. Если ты опускаешь их ниже, ты расслабляешь пресс, потому что здесь он не задействуется. У тебя могут забиваться квадрицепсы, у тебя могут забиваться пояснично-подвздошные мышцы. Их тоже надо тренировать, конечно, я не спорю. Но если твоя цель тренировать пресс, ты должен тренировать пресс. Это логично, на мой взгляд. Но большинство новичков этому принципу не следует. Именно поэтому они могут просто там месяцами, годами тренировать, делать упражнения, скручивания, подъем и еще. Черт знает, что только они не будут делать и не получать желаемый результат. А если они еще не следят за своим питанием, то вообще не будет видно, что они тренируются.